Сергей Косарев за рулём уже два дня. Везёт из Омска в Новую Оренгу опасный груз – дизельное топливо. Впереди ещё сутки. За 17 лет работы дальнобойщикам повидал много. Говорит, летом вообще на трассу выезжать страшно. Отпускники торопятся, выходят на обгон, не обращают внимания ни на дорожные знаки, ни на подсказки водителей фур. Вот сейчас вот там ехал, моргал, моргал, нет. Вот когда сплошная, он тогда обогнал. А так, чтобы он обогнал, да, на прерыве, чтобы впереди никого нет. Но они ищут трудности. С началом отпускного периода автомобильный трафик увеличился, а ДТП на загородних трассах, как правило, самые тяжёлые из-за высоких скоростей. Госавтоинспекторы предупреждают водителей, чтобы были внимательными и не пренебрегали правилами дорожного движения. В круглосуточном режиме выставлены у нас на наш участок автопородный наряд ДПС. Направлена работа наша в рамках данного мероприятия на предупреждение о дорожно-транспортных происшествиях, на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения. Это выезд на полосу встречного движения, где обгон запрещен, превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также напоминает водителям о том, что важно делать остановки. В частности, у дальнобойщиков берут распечатку с тахометров. Смотрят, сколько времени он провёл за рулём, с какой скоростью двигался, когда и как долго отдыхал. За пять дней рейда было выявлено шесть нарушений режима сна и отдыха водителями большегрузов. Согласно программе тахометра, остановки должны быть регулярными. Минут 30 в 4 часа достаточно. То есть минут за 4 часа? Да. Ну, так вот, тахографы требуют. За время дежурства на данном участке дороги было зарегистрировано одно ДТП и выявлено около ста правонарушений. Чаще всего водители пренебрегают правилами использования ремней безопасности, перевозки детей, а также нарушают при обгоне. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова